Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Всю зиму мы беседовали на тему, с какой же петунией все-таки можно собрать семена в домашних условиях и как это делается. Я всем обещала, что зимой покажу. Вот сейчас настал тот период, когда уже есть семенные коробочки у петуний и я покажу вам, как собирать семена. Ну, во-первых, семена можно собрать не с любой, не с каждой петунии. Вот такая вот махровая петуния, например, вот петуния махровая, вот махровая, с нее вы семена никогда не соберете, потому что после того, как она отцветает, там вместо семенной коробочки пустое место у нас. И вот эти петунии, когда отцветают, я убираю вот эти вот засохшие цветочки, чтобы она была красивее. Но с тех цветов, которые я собираюсь собрать семена, я отцветшие вот эти вот не убираю. Я поэтому и говорила, что выглядят не очень красиво, что вот они все вялые висят. Но это нужно для того, чтобы, ну как, сберечь семенную коробочку, не повредить. Так, вот с махровых гибридов семена мы не собираем, даже не ищем, там их нет. Но есть гибриды, с которыми семена можно собрать, например, вот сорт, он тоже гибридный сорт. Но после того, как отцветет, у него, сейчас покажу, у него вот такая вот, после цветка, остается семенная коробочка. Вот она, семенная коробочка. Если семенная коробочка есть, значит, семена с него можно собрать. Я собирала в том году семена, сеяла, показывала вам. Они, конечно, немного мутируют, потому что, смотрите, изначально цветок был, как скажу, какой, ну вот такой примерно он был, желтый с красными полосами. На следующий год он может быть с большими красными полосами или, наоборот, красный с желтыми полосами, полосами или как. Или может быть вообще в крапинку вот такой. Но многие написали, что им такая мутация даже нравится, что вот это разнообразные всякие расцветки. А один мужчина сказал, что, может быть, у первого поколения на одном кусту этой петунии такие разные цвета. Я не знаю. Но вот это вот подтверждение того, что с гибридных цветов тоже можно собрать семена с петунией. Вот у него коробочка. Конечно, вот такая петуния, это я только черенками размножаю. С этой петунией мы никогда не соберем семена. У него цветок отцветает, там на нем пустое место, ничего, все. Сейчас пойдем дальше, покажу вам еще. Вот эти тоже дорогие гранулы я покупала, дорогие гранулы. Он отцветает цветок, ничего там не остается, только черенкованием. Вот такие вот. Если цветок простой, граммофончиком, но он красивый и цвет у него яркий. Я тоже с него собираю семена, потом сею, высаживаю на улицу. Вот у них семена собирать очень просто. После каждого цветка остается массивная такая семенная коробочка. Видите, вот все. Вот в этой коробочке, которая остается после того, как опадет отцветший цветок, и сидят семена петунии. В одной коробочке очень-очень много семян петунии. Главное не упустить момент. Смотрите изменения цвета. Сначала она будет темно-зеленая, потом она посветлеет. И когда она начинает приобретать коричневый оттенок, ее нужно обрезать вместе вот со всем этим хозяйством и уносить домой в коробочку для дозаривания. Там она расщелкнется в коробочке, семена высыпятся. Вы их, после того, как они просохнут, сложите в мешочек, и на будущий год можно начинать посев. Я вот сейчас выйду на улицу. У меня уже там есть спелые коричневые семена петунии. И я в другом видеоролике покажу вам, как выглядят спелые семенные коробочки, которые уже нужно убирать. Все, вот этот сорт, который вот граммофончиком простые, со всех этих сортов можно собрать семена. Вот с таких вот, всякие махровые, гофрированные, вот такие вот, но всякие-всякие. С них, к сожалению, семена не собираются. Только черенкование. Но черенкование доступно только тем, у кого есть место для хранения подвал. Вот это алба, тоже очень красивый сорт. Семян не дает. Все, принцип сбора семян, я надеюсь, я до вас донесла. Если после того, как отсветет цветок, там есть пупырышка эта коробочка, значит, можно семена собрать. Если коробочки семенной нет, просто пустое место, значит, увы, только черенками или гранулы покупать в магазине. Все. После моего видео начали многие, кто недавно добавился, спрашивать, а как вы хранили петунию, а где она у вас была зимой? Для всех вновь прибывших, я говорю, отмотайте назад у меня на странице ленту, там есть видео, как хранить петунию зимой, как ее поливать, как ее черенковать. Много-много видео и статьи на странице у меня в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Добавляйтесь в друзья, всем друзьям делаю рассылку своих видео, новых и статей. А старые смотрите на странице. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok